За последние сутки ОП в районе Барнаула упала на 10 сантиметров, но она еще может подняться. Накануне в микрорайоне Затон из-за повышения уровня воды на 439 сантиметров перекрывали движение на остров Шубинский. Сегодня дорогу открыли, но в случае ухудшения паводковой обстановки движение на остров снова могут перекрыть. Живу я здесь с самого рождения, уже 45 лет. Информированы, мы постоянно получаем памятки, предупреждения, чтобы готовились жители. Жители сами поднимают какие-то ценные вещи наверха. Как-то готовятся, насыпают, делают деревянные помостки во дворах. Информирование граждан о необходимых действиях на случай потопления – одна из приоритетных задач власти города, которая ситуацию с паводком в поселках Затон и Ильича взяла на особый контроль. Мои коллеги по спасению и мои коллеги по помощи. Огромное вам спасибо, что вы прибыли на нашу территорию, что вы готовы нам помочь. Потому что у нас сейчас действительно сложилась сложная ситуация и нам без помощи пока никак не обойтись. Спасибо вам за это. На оперативном аппаратном совещании, которое прошло накануне, озвучили первостепенные задачи по подготовке поселков к приходу большой воды. Нужно пересчитать людей, скот, имущество, чтобы во время возможной эвакуации никого не забыть. В Затоне на две с лишним тысячи жителей приходится 418 несовершеннолетних, 5 детей-инвалидов и 25 маломобильных граждан. Определены предположительные места эвакуации этих людей. Либо это стационар, госпитализация стационар, либо размещение у родственников. Три пункта временного размещения открыли в школах. Доставлять людей готов речной транспорт. Перевезти в безопасное место смогут не только людей, но и скоты, ценные вещи. Задача жителей – быстро собрать необходимые, а взять документы и запасы для пропитания. Принято решение повторно совершить подомовые обходы, чтобы еще раз напомнить жителям о действиях в период паводка. На территории микрорайона Затоне расположены три сиренно-речевые установки, которые прошли необходимую проверку. И в случае их необходимости они будут задействованы для оповещения населения, что уровень воды в реке становится критическим. Также на специализированную аппаратуру заведены номера телефонов жителей, и они будут еще оповещены посредством СМС-сообщения. Сейчас в Затоне делают насыпные дамбы для водоотвода, чтобы жителям не пришлось покидать свои дома. Однако, если придется какое-то время жить в изоляции, администрация заключила договоры с предпринимателями на поставку продуктов в местные магазины. Дарья Ирошина, День с толком.